Интерфазы. Клетка подготовилась к делению. Хромосомы удвоились. Каждая хромосома теперь состоит из двух совершенно одинаковых хроматик, идентичных, и соединены между собой центромерами. Вот здесь на фотографии мы видим увеличенные хромосомы человека в 950 раз. В интерфазах хромосомы в микроскоп заметить нельзя. Они распирализованы. В конце интерфазы они подготовились к делению. Они стали удвоенными и соединены между собой центромерами. Как говорится в интерфазе время, амитозу час. Интерфаза может длиться всю жизнь. Иногда некоторые клетки вообще в процессы деления не приходят, а наступает состояние апоптозы. Итак, деление клеток эмкориоли. Здесь изображено 6 процессов деления. Какие из них относятся к делению клетки? Митоз, амитоз. Выбрала? Кто может вычеркнуть? Там вот Плюша что-то хотел сказать. Не хотел. Скажи еще раз. Митоз, амитоз. Митоз, амитоз. Деление эокариотической ответы. Только два? Еще. Настя. И еще митоз. Давайте вычеркнем лишнее. Эта доска интерактивна. На ней можно рисовать. Следующие через несколько слайдов вы сами попробуйте. Кто самый смертный. Итак, вы сказали, что подходит амитоз, подходит митоз и подходит митоз. Значит, лишнее у нас остается. Фрагментация, вегетативное размножение и скорообразование. Бояться доски не нужно. Она при надавливании срабатывает все ресурсы. Итак. Митоз, это не прямое отделение клетки. Является универсальным механизмом размножения доукариотических клеток. Какие клетки называются эукариотическими? Бывают прокариотические, а бывают и эукариотические. Это клетки, которые уже с вами ровно его. Совершенно верно. Те клетки, у которых есть ядро. Я уже несколько раз сказала, что это эукариотические. Митоз идет сразу за постсинтетическим периодом интерфазы. У растительных клеток он длится немножко дольше. Может, до 2-3 часов. А у животных клеток 30-60 минут. Чем меньше организм, тем быстрее идет методическое отделение. В эмбриональном развитии метоз идет намного быстрее, чем в постэмбриональном. Чем меньше организм, тем быстрее проходит процесс метоза. Первая фаза метоза называется профаза. Что происходит? В клетке начинает растворяться ядерная оболочка. Хромосомы спирализовались. Клеточный центр удвоился и началось расхождение полюсам. Обращаю внимание на количество хромосом. Ядерная оболочка растворяется. Клеточный центр расходится. Посмотрите на верхний рисунок. Где изображена профаза? Профаза. Маша, на первом рисунке. Настя не уверена. Или кто-то еще говорит, а я не слышу. Следующая фаза метафаза. Теперь хромосомы выстраиваются на экваторе. От центриолий начинают отделяться нити веретиноделения. Мы помним, что у каждой хромосомы есть центромира. Нити веретиноделения прикрепляются к центромиру. К одной хромосоме может прикрепиться от нескольких десятков до нескольких тысяч нити веретиноделения. В это время образовалась метафазная пластинка. Это фотография. В этот период легче всего посчитать хромосомный набор клетки. Образовалась метафазная пластинка. Хромосомы выстраивались на экваторе. Прикрепились к нитям веретиноделения. Клетка как в верхней рисунке. Где здесь метафаза? Вторая. Теперь Настя уже решила руку поднять ее услышала мальчиков. Вторая. Это метафаза. Итак, следующий. Анафаза. А частичка отрицания. Нити веретиноделения начинают сокращаться. И каждая хромосома разрывается на две сестринские хроматиды. И расходятся к полюсам. Их можно назвать хроматиды, уже можно назвать сестринскими, потому что они уже стали хромосомами. Они разорвались и разошлись к полюсам. На фотографии четко видно процесс расхождения. Верхний рисунок. Где здесь анафаза? Леша. Здесь третий. Молодец. Следующий процесс это телофаза. Тело. Образовывается два новых тела. Сформировались две новых ядерных оболочки. И клеточные центры еще остаются в полюсах, но еще не успевают удваиваться. Удваиваются они потом у интерфаза. Обращаю внимание, что в этот процесс уже различается процесс размножения у растительной и животной клетки. У растительной клетки не было нити веретиноделения. Процесс размножения происходит, равномерного распределения происходит чуть-чуть по-другому. Заканчивается телофаза цитокинезом, разделением цитоплазмы. До этого мы говорили про кариокинез, деление ядра. Цитокинез в животной клетке происходит путем образования перетяжки. А в растительной клетке возле экватора начинает из пузырьков комплекса Гольджи формироваться сначала плазматическая мембрана, а затем с двух сторон, с одной и с другой стороны, строится клеточная стенка. Это растительная клетка, это животная клетка, это бактериальная клетка. То есть выделение происходит путем перемычек. Соответственно, мы с вами просмотрели все четыре фазы. Кто может указать правильный порядок последовательных методических фаз? Настя. Соединяем циферки с рисунком, не пугаемся, рисуем, надавливаем. Не увидишь, боком надо встать. Пробу фазы. Молодец. Еще боком. Метрофазы. Метрофазы. И телофазы. Назови по слове. Пробу фазы, метрофазы, анофазы и тело. Тело фазы. Все согласны? Все согласны. Значит, первое – про, затем мета-середина, а частичка отрицания расходится, тело образовалось в два новых фигра. А теперь давайте проверим, как же мы с вами усвоили здание. У вас есть, сейчас нам понадобятся рабочие листы. Задание номер один. Обращаю внимание на то, что это вопросы ЕГЭ. Задание уровня Б. Внимательно прочитайте четыре положения. Выберите те, с которыми вы согласны. Правильное утверждение. Постарайтесь объяснить, почему. После того, как выбрали четыре человека, могут подойти три человека, четыре человека, два человека. Посмотрим. Могут подойти к доске, нажать на ссылку и посмотреть. Правильно выбрали или нет. Первое задание только четыре положения. Думаю, интуицию подключаю. В учебнике нет. Справились? С какими согласными? А не улыбайся, руки поднимай. Нет, я состяюсь. Я не уверена. Меня? Не уверена, но труднее всего. Что поделаешь? Ну ты где плечи? С какими ты согласна? С первым. С первым согласна, правильно? Два раза на гидрозофилы. Ты погистишься. Что можно нажать? Два раза на гидрозофил. Нет, на него по самому. Вот так. Два раза. Раз, два. Молодец. Правильное утверждение. Я специально заострила ваше внимание на том, что чем меньше организм, тем быстрее происходит процесс метоза. Шесть минут клетки дрозофилы делятся. Следующее утверждение. Кто согласен, кто еще следует. Мальчики, Кера, ты первый голову поднял от задания. С каким согласен? Давай. Я с третьим. Согласна с третьим. Пройдем. Два раза. А не ее два раза. Еще раз. Два раза. Вот так. А почему? Мы теперь смотрим. Клетки нервной ткани метозом не делятся. Аня не согласна. Почему? А потому что вы же упоминали о том, что нервные клетки делятся, ну, тоже делятся. Из каких клеток образуется наш организм? Из ноги. Из сначала. Из одной. Потом все остальные ткани формируются. Садись, Лена. Все остальные ткани формируются. Клетки нервной ткани в эмбриональном состоянии, конечно же, делятся. Лена, почему ты выбрала этот ответ, когда ты уже села? Никто не видит. Что вам сегодня в школе говорят? Нервные клетки не восстанавливаются. Это самая большая ошибка, да? Нервные клетки действительно во взрослом состоянии, если вы уже стали взрослым человеком, нервные клетки гибнут. Но не забывайте, даже если у человека парализовала конечность, через некоторое время свойства конечности функции могут восстановиться, потому что рядом находящиеся нервные клетки у нас всегда есть запасные нервные пути. Они будут выполнять эту функцию. Еще у нас два положения осталось. С каким согласны? Первым решился. Слушаем. С каким? Я уже просто посмотрел, как девочки пощелкали. Скажите. Оставим. Молодец. Брали. Клетки мы увидели. Это, говорится, вопрос про клетки семени гороха. Это растения. Растения делятся 2-3 часа, 180 минут как раз подходит. Последний остался. Согласны, не согласны? Не согласны. Никто не согласен. Зрелые эритроциты. Это что такое? Что это за клетка? Эритроциты. Клетки крови. Эритроциты. Красные кровяные клетки. Чего у них нет? Ядра. Они утратили ядро. Зрелые эритроциты утратили ядро. Утверждение, что зрелый эритроцит метозом не делится. Верное утверждение. У него нет ядра. Он не может делиться путем метоза. Наталья Дима Харба. Итак, мы с вами посмотрели, коротко остановились, вроде как повторили, да, какие фазы существуют. Теперь давайте перейдем к заданию номер 2. Здесь мы должны с вами научиться изображать клетки в различных фазах. Но для этого мы сначала еще раз в движении просмотрим весь процесс метоза, чтобы вы видели, что все фазы взаимосвязаны, что одна от другой неотделима. А только затем уже перейдем к выполнению задания. На два раза просмотрим. Метафазная областинка. Анофаза очень быстрая. Тело фазы. Это кинез. Образованность данного хитра. Происходит, естественно, здесь немножко обыстренная съемка, но это животная клетка. Еще раз. Метафазная областинка. Анофаза. Два клеточных центра. Цитокинная стратежка. Образовалось две новых клетки. Подкрашенный специальный микропрепарат, подкрашенный радиоактивными веществами, чтобы четко было видно эти ретиноделения. Теперь мы обращаемся к учебнику на странице 112. Вы можете подсматривать. Естественно, материал новый. Вот он рисунок у вас изображен на странице 112. На рабочих листах задание второе. Вы должны изобразить те фазы, которых не хватает, и подписать фазы. Листочек вы заберете с собой домой, если вдруг что-то у кого-то не получится. А я прошу самого, опять-таки смелого. Настя решилась. У тебя следующая музейка. Не на доску смотрим. Смотрим лучше учебник. Сами. Услышали? А теперь попробовали сделать. Не хочешь? Можно с конца начать. Не хочется. Спасибо. 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 Закончили? Нет. Ждём. Если обязательно вырисовывать овальничками, можно палочками ставить. Спасибо. Закончили? Итак, посмотрите, пожалуйста, на дубку. Если мы успели, то дома ещё раз попробуйте. Посмотрите, что у нас с нами получилось. Первая профаза. Все согласны? Все согласны. Можно было ещё указывать ядерную оболочку недорастворённую. То есть она ещё может до конца профазы держаться. Но это у неё не хромосома. Если кто-то увидел, то у него клеточный цифр умножился. Это нет. А фаза это? А. А фаза частичка отрицания разошлись. И совершенно верно. А вот теперь обращаю внимание на ту ошибку, которую вы сделали. Сколько хромосом по условию? Три. Три. А в учебнике? Четыре. А я рисовала? Три. А я рисовала? Две. Две. Условия может быть разные. У человеческой клетки сколько хромосом? 46. 23 пары. 46. Соответственно, специально дано разное условие. Проверяем, что у нас получилось. Молодец, Настя. Теперь, когда мы с вами познакомились с фазами, вспомнили, что такое метоз, мы можем определиться с биологическим значением. Зачем метоз нужен организму? Биологическое значение метоза. Расти. 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 Обеспечить рост. Еще. Еще. Только рост. Еще. В заданиях вы воспоминайте. Только рост. Размножение клеток. Бесполое размножение, если это одноклеточный организм. Еще. Размножение. Сказали. Эмбриональное развитие. После оплодотворения получилась одноклетка, она начинает делиться путем метоза и происходит формирование всего организма. Рост, вы сказали. Рост и развитие. И. Регенерация. Регенерация ткани. Конечно. Заживление ран. При повреждении происходит методическое отделение соединительной ткани и происходит размножение этой ткани. Но метоз не единственный процесс деления. Существует еще аметоз. Аметоз. Это деление без образования нетереверативного отделения. Соответственно, больше всего распространение в природе у простейших и при образовании запасающих тканей. Но, возможно, и у человека при патологических состояниях различные воспаления и образование злокачественных опухолей провоцировать могут различные химические препараты, в том числе наркотические вещества. Иногда к этому делению приходят специальные селекционеры. Но нужно помнить, что многие клетки организма способны к аметозу. А значение в природе, почему есть такое большое количество клеток, которые делятся аметозом, то, что этот процесс не требует больших затрат энергии. Теперь мы давайте попробуем проверить более основательно, что у нас устроилось. Открываем задание номер 3. Переворачиваем листочек. Задание номер 3. Опять составлено по форме и материалам ЕГЭ. Первые семь вопросов вы должны выбрать один вариант ответа и отметить крестиком ниже расположенной таблички. Умеем пользоваться? Это вопрос, это ответ. Как табличка умножения напротив какого-то вопроса ставим крестик. Задание В1. Три правильных выбора ответа. Три варианта ответа. Вот здесь на В1 написали. Задание В2 нужно расположить последовательно фазами туза. Три минуты на выполнение работы и проверяем, что у нас получилось на доске. Читаем вопрос. Внизу двери. Можно здесь обвести, потом перенести крестик. А можно сразу ставить крестик. Как вам удобнее? Один вариант ответа. Прочитайте, кому удобнее. Сначала все вопросы. Выберите, что точно знаете, а потом подумайте. Сначала. Вместе. 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 Спасибо. 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 Итак, в первой строчке у вас должно быть три крестика напротив третьего задания, напротив пятого задания, напротив шестого задания. Во второй строчке у вас должно быть напротив первого задания и напротив седьмого задания. Обводите правильные свои ответы кружочком. На третьей строчке, напротив второго, напротив четвертого, и четвертая строчка осталась пустой. Задание В1 Правильные ответы Первый, пятый, шестой Те, кто вообще не справился Напишите себе правильные ответы Чтобы вы могли дома себя увидеть Где они правильно сделали Задание В2 Порядок Третье, первое, четвертое, второе Согласны? Нигде не ошиблись Итак, а теперь смотрим Что же у нас получается В первом задании За правильный выбор вы ставите себе 1 балл В задании В1 Если все три правильных выбора 2 балла Если два правильных выбора 1 балл Если один правильный выбор полбалла Но в ЕГЭ вам полбалла ставить не будет Да вы сейчас себе ставите полбалла В В2 Если все правильные выборы 2 балла Если два варианта у вас поменялись местами 1 балл Посчитали, сколько получилось баллов? Кто хочет озвучить? Сколько получилось баллов, Настя? Десять. Молодец. Девять. Полбала. Чуть-чуть и молодец. Хорошо. Леш, не хочешь сказать? Нет, я еще не посчитала. Аня, хочешь сказать? Девять. Тоже чуть-чуть, да? Еще. Все? Все обвели правильные ответы? Дома внимательно посмотрите, где у вас была ошибка. Обращаю внимание на тот вопрос, который пятый. Мы с вами специально про него не говорили. Вирусы. Это не клеточная форма жизни, поэтому методически не делятся. И обратите внимание на седьмой вопрос. Клетки получают полный набор хромосом. Значит, два ответа. У нас с вами осталось одно последнее задание. Мы должны на микропрепарате определиться, какие фазы изображены. Мы попробуем сейчас с самой легкой. Это метафаза. Кто видит метафазу, подойдите и зачерните ее красным лавастером. Метафаза. Кто видит метафазу? Быстенько. Одну метафазу. Настя. Метафазу. Красную. Давай, ты уже пробовала. Метафазу. Метафазу. Раз. И два. Молодец. Все увидели? Посмотрели. Вот они, анофазы у нас обозначены. Вот они, анофазы. Вот еще анофазы. Да? Итак, мы с вами познакомились с методом. Какие выводы к уроку мы можем сделать? Во-первых, в результате метоза образуются две идентичные материнским клетки. Метоз имеет универсальный характер. Таким образом делятся все клетки, у которых есть ядро. Метоз обеспечивает равномерное распределение хромосомы между начерними клетками. И универсальный характер метоза доказывает единство происхождения жизни. Сегодня мы с вами познакомились с методом и аметозом. На следующем уроке вы познакомитесь с третьим процессом деления элкариотических клеток. Это миоз. Надо бы, получается, задание. Прочитайте еще раз 29-й параграф. Дневники или на рабочих листах внизу. Параграф 29. Вопросы на странице 113. Вопросы на странице 113. И зарисовать еще раз схему метоза. То есть вы можете воспользоваться этим же листом. Дорисовать себе еще раз. Но условия 6 хромосомы. Большое спасибо. Мне очень понравилось с вами работать. К сожалению, не все проснулись. Очень жалко лета. Начала работать, потом закончила. Я очень благодарна вам за то, что вы постарались. Я видела, что многие справились с заданием. Но особенно отметить мне хочется четырех человек. Я вам вручаю сертификат активных участников урока биологии по теме метоз-амитоз. Это Настя. Это Маша. Это Леша. Нет, пять человек. Извиняюсь, я крем она потеряла. Это Аня, конечно. И Герман. За то, что ты все-таки осмелился. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.